Знакомство с нижегородцами Владимир Друг начинает с чтения своих стихов. Они, кстати, переведены на 15 языков мира, в том числе и на английский, которым автор прекрасно владеет. Более 20 лет он живет в США и работает в своем мультимедийном издательстве. Его последняя работа – книга «Алифбет» в форме числа номинации, на страницах которой можно проследить ход мысли писателя на тему символов еврейского алфавита. Хотелось понять секреты, секреты буквы. И я очень долго что-то читал, что-то изучал, потом все забыл, потом опять все изучал. И вдруг стали появляться какие-то мои заметки по поводу каждой буквки. Абсолютно случайно. В еврейском алфавите всего 22 буквы и только согласные, а в письме нет заглавных. Текст читается справа налево. Изучать незнакомые символы, которым более 3000 лет было сложно, но интересно, признается автор. И с удовольствием делится своим опытом с нижегородцами в рамках проекта «Арсенал слова». На поэтические вечера в Нижнем Новгороде, я имею в виду те вечера, куда приходят не местные поэты, а приезжают поэты из разных поколений, городов. То есть те поэты, которые в целом могут репрезентировать современную поэзию очень удачно и успешно, они, естественно, привлекают зрительское внимание. Тем более, если это все проходит в контексте цикла под названием «Онтология 21», где самые, что называется, поэтические сливки и представлены. Во время пребывания в Нижнем Владимир Друг не терял время даром и параллельно с экскурсиями по городу он успел познакомиться и с нижегородскими коллегами. Конкретных фамилий он не назвал, однако дал понять, что у них есть потенциал в том, чтобы стать такими же известными, как и сам Друг. Юрий Афров, Андрей Панов, столица Нижний. Редактор субтитров А.Семкин